вот моя красоточка дома и уже немножко темного у нас темнеет приходится снимать со светом но я думаю вам будет видно я ее не стала снимать в магазине потому что это не имеет смысла я решила я принесу ее домой покажу вам дома вот что я и сделала вот ее цена была 18 долларов 1798 а я ее купила за плохо видно за 9 вот желтая наклеечка за 9 она конечно отцветает вот поэтому вот такая она уцененная сейчас я вытащу ее из целлофана и покажу поближе вот такой у нее кустик я бы сказала очень даже хороший листочки ровненькие без всяких деформаций и тургор очень хороший вот это вот цвет отцветший цветочек я вам что хочу сказать что я так хотела ее что я честно признаюсь что даже не смотрела на корни в магазине что я очень не советую делать особенно если это ваша первая вторая орхидея вот вот такие корни это я уже смотрю буквально вот первый раз вместе с вами корни я скажу просто шикарные вот чудесные корни хорошие такие довольно большой ком вот и сейчас я еще здесь видите как вот это вот ювенильный листочек и там еще вот лепесточек так ага и вон там еще ювенильный листочек я ее буду конечно сразу пересаживать потому что она на уценке и это значит что она очень долго находится в магазине и поэтому ее нужно обязательно осмотреть я хочу вам показать как я влюбилась в этот цветок это же совершенно изумительный цветок он вот такой вот большой огромный я потом измерю и у него вот это вот крапушки такие здесь еле заметный а на нижних лепестач лепесточках очень даже заметный она вы видите она просто отсвечивает как шелковая атласная она действительно такая то что она вот такая вот неровная это понятно что она же отцветает уже вот на у нее белые видите какие белые краешки и губа с белыми краешками я такой не видела я вам честно скажу я могу конечно найти и похожее название но я считаю что если на ней не было название то это нельзя делать их очень много похожих поэтому мне все равно как она называется я ее просто уже обожаю посмотрите какие довольно широкая белая каемочка яркая на фоне вот этой фуксиевой окраски яркой и вот это вот белые края это так нарядно просто чудесно вот это другие цветочки вот в каком видите плачевном состоянии они обломанные лепесточки и здесь обломан краешек бедненькая 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 вот но я думаю что с ней все будет в порядке лоббирочку чтобы посмотреть какие там почки вот я вижу здесь почечка довольно таки такая крупная и надутая даже может быть она проснется может быть нет я не знаю вот а здесь почку прижали одну но не похоже что она даст сейчас какой-то отросточек и это не страшно вот сейчас я пойду к своему как говорится рабочему столу и буду ее пересаживать и вам показывать все вот я на рабочем месте значит что я хочу сказать вам сразу может быть еще разочек чтобы перед тем как начинать пересадку приготовьте сначала все необходимые инструменты вот все необходимые инструменты чтобы вам не надо было скакать искать чтобы вы сели пересадили и все было бы хорошо вот вы видите что она вся в пятнах в таких залитых от обрызгивания в оранжерея я вам еще раз хочу сказать что я в принципе не сторонник чтобы пересаживать орхидеи в тот же день когда купили но это орхидея куплена на уценке это значит что она очень долго стояла в магазине что там с ней я никакой живности не заметила но я хочу посмотреть как что там с корнями и все такое проверить ее короче если вы купили орхидеи на уценке значит ее нужно сразу пересаживать вот это я советую сразу делать и еще я хочу сказать что вот эти горшочки мягкие они в принципе нам мне лично не нужны поэтому я чтобы не травмировать свою орхидею я избавлюсь от горшочка я вот так вот порежу его чтобы не задеть конечно корешки и вот так чтобы я вам поверну просто я надрезала и вот так вот очень легко он рвется и можно еще сделать один надрез с другой стороны и тогда вообще никаких проблем ой проблем не будет удалить этот горшок вот так вот раз раз и все вот и я не травмировала свою орхидею горшочек этот мне не нужен и он сразу идет в мусорку вот так раз и все и так так еще что вот я еще приготовила раз раствор у меня вот спирт 91 процент я знаю что некоторые протирают листочки чистым спиртом но вы знаете я как-то боюсь это делать все таки спирт он может обжечь поэтому я развожу я делаю где-то две трети спирта и одну треть воды а может быть и поменьше водички но не чистый спирт это точно вот у нас продают такие как они называются эти катоновые шарики вот так что я вот никакими для косметические такие вот цели диски я их не использую я вот пользуюсь таким вот отжимаю чуть-чуть и протираем и что еще хочу сказать что вы когда протираете не бойтесь если это раствор спиртовый попадет в пазухи листьев то что он туда попадет не страшно страшно если он там останется вот зачем нужно следить чтобы промокнуть все после этого после того как протерли протираю я сверху и низ даже если там низ листочков если там даже нет никаких вот этих вот разводов от полива то я все равно это протираю вот увидите как здесь много прямо вот ярко видно вот так я протираю это очень легко делать и быстро вот давайте я сейчас еще раз вот посмотрите на этот листочек а потом я отключусь и протираю всю чтобы не занимать ваше время и вот я еще что делаю я еще и здесь вот так протираю потом я все промокну и не оставлю ни одной капельки в пазухах я очень за этим слежу и еще что значит я что делаю я удаляю надо удалить это надо удалить поддержку вот эту палочку чтобы можно было легко добраться до шейки и шейку протираем тоже потому что на ней тоже есть эти брызги и и она тоже была подвержена вот этому поливу я сейчас вам покажу поближе вот надеюсь вам видно вот поэтому я вот туда вот залезаю так и протираю вот все это я сделала и вот еще видите как вот сейчас я это все протру а потом я опять к вам вернусь и буду дальше показывать что я делаю все я закончила протирать и мне прямо хочется сказать я уж не знаю чем они нам поливают в оранжерею что иногда даже пятна эти становятся бледнее но совсем не уходят это значит что там уж такая химия которая прямо вот въедается в эти листья бедные вот но вы видите все равно шейка хорошая пока я еще вижу только то что сверху ой вот это вот я еще не протерла вот покажу вам на шейке светлая вот надо тоже протереть вот сейчас я буду разбирать корни я уже говорила что я обожаю пересаживать орхидеи и фиалки мне очень нравится как они потом выглядят эти цветы пересаженные они прямо какие-то вот отдохнувший попавшие в новый в новый домик как бы вот в новую среду на которой им очень нравится и что я хочу сказать значит нужно очень осторожно разбирать корешки я еще раз это повторяю потому что они очень ломкие хотя она влажная это значит что корешки влажные но все равно очень очень нужно осторожно там где вы можете пальцами хорошо но если у вас не получается подлезть куда-то используйте пинцет вот вы видите это уже вот кандидат на удаление но не сейчас сначала мне нужно разобрать корни я хочу сказать что эта работа очень кропотливая если у вас не очень много времени то пожалуйста даже не начинайте если вы спешите куда-то то лучше сделайте это потом вот еще один корешок или это тот же сделайте это потом когда вы сможете спокойно сесть и заниматься этим без спешки я уж прыгаю туда-сюда но мне хочется там где можно достать чтобы это сделать сразу вот так вы видите к сожалению у меня нет оператора который бы мне помогал делать видео поэтому мне приходится иногда не в очень хороших ракурсах снимать и мне очень обидно что я иногда не могу показать вам все как я хочу но уж просите меня вот как есть так есть оператор не намечается у меня вот так что будем работать вот ой с тем что есть так вот здесь я достала я конечно могу отключить видео все разобрать а потом вам показывать но мне хочется все таки чтобы вы смотрели это конечно для новичков не для опытных архавманов это все понятно я не претендую ни на что найти как на открытие америки просто мне например самой всегда очень интересно смотреть кто как делает что-то потому что я очень долго занимаюсь выращиванием орхидеи фиалок но я считаю что учиться всегда можно чему-нибудь еще вот я видите я сразу убираю я этот мог конечно использовать не буду больше поэтому я его сразу выбрасываю чтобы он не тут не мешался вот и вот так вот потихонечку потихонечку я боюсь даже знаете что это что такое попалась какой-то пластик кусочек пластика я боюсь даже проколоть корни вот этим пинцетом поэтому я очень осторожна я как говорится в глубь не лезу а просто сверху это делаю вот так вот посмотрите еще раз просто хочу показать что корешки хорошие вы видите вот здесь вот даже зелененький уже тронулся в рост вот и нужно так стараться подлезать чтобы как можно больше вытащить вот этот вот вот все время не попадается под руки так как я его все равно буду удалять потом так я его лучше сейчас чтобы мне тут не мешался вот вот так вот очень хорошо теперь так продолжаем я конечно наверное все-таки сейчас остановлю видео поразбираю побольше а лучше знаете что я сейчас остановлю и потом сделаю на ускоренном вы все-таки сможете посмотреть если кому-то будет интересно вы сможете посмотреть что я делала вот я на нормальной скорости решила вам показать что я делаю я приподнимаю корешочек приподнимаю и под ним пытаюсь из-под него пытаюсь вытащить потому что если он вот не поднимается как этот то я боюсь его трогать надо найти кончик а он а вот кончик видите вот я нашла кончик и я его отодвинула и вот этот можно отодвинуть и тогда уже спокойненько вот так вот вытаскивать мог я уж не знаю сколько он там рос лет в одном и том же горшке конечно это просто неизвестно нам но это все так спрессовалась что трудно даже разобрать вот еще хочу сказать вам что вот вы пробуете допустим до один корешочек поднять или подвинуть если он не поддается не не надо ничего делать потому что очень легко его сломать а он вот в моем случае например вот посмотрите он такой крепенький толстенький что его жалко сломать он очень много пользы приносит орхидеи вот так что видите как вот уже все пошло гораздо легче чем было сначала 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 всегда очень трудно и медленно а потом полегче потому что они уже разошлись и освободили место они же растут вот так вот по диаметру по стеночкам горшочка поэтому поэтому с середины вытаскивать всегда легче и я не знаю будет ли там этот будет ли там торфяной горшочек или не будет никогда не знаешь потому что от разные производители сажают свои орхидеи по-разному никогда нельзя сказать что если мох то не будет а если чипсы то будет то есть я я бы это не стала говорить я вообще не люблю говорить если я в чем-то не уверена я лучше скажу что я не знаю а наставить ни на чем не люблю если только уж я сто процентов уверена я знаю что я делаю и говорю поэтому ой ладно болтать можно много а надо заниматься делом вот видите горшочек корешки вот можно поднять я их поднимаю и вот сразу как много можно вытащить вот так так давайте я сейчас опять отключу и буду на скорости показывать вот так вот 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 я удалила весь мох и я посмотрела корешки уже перед тем как к вам вернуться я не вижу ничего ужасного здесь ничего страшного вот здесь есть чуть-чуть испорченные основание листочка которая легко убрать и я не вижу необходимости даже фунгицидом обрабатывать потому что корешки хорошие и если вы видите сухие то их просто можно удалить вот и здесь вот основание шейки тоже хорошие я не вижу необходимости обрезать или она не такая длинная вот но есть вот корешки которые которые вот запутались а я их не могу никак разобрать вы можете представить такое или нет он же не может расти кругом но он вот этот корешок как-то сросся с другим видимо вот и я его трогать не стану пусть уже растет как он хочет когда вы видите вот такой вот чуть-чуть как бы подгнивший кончик то я его удаляю я его вот так удаляю прямо а потом присыплю потом присыплю тертым углем у меня есть перекись водорода но я как-то всегда делаю углем поэтому я так и буду продолжать каждого у каждого свои привычки выращивание вот и вот еще здесь такой корешок вот вы видите он очень длинный сейчас я вам его покажу вот он какой длинный вот хрустнула что-то это я его сломала я вам что хочу сказать что это возможно сломать корешок переломить его он может треснуть но это как говорится не смертельно в конце концов вот вы видите здесь здесь он хороший у него хороший виламин а вот здесь он уже подсохший и не очень хороший поэтому а вот здесь он вообще сухой просто и жилочку эту я конечно трогать не буду пускай она растет останется вот а вот все что мне не нравится я удалю вот так вот просто вот видите прямо и он едет по этому по жилочке вот так вот двигается сейчас я возьму пинцетик и пинцетиком это удалю вот так вот и с другой стороны уже можно руками так вот этот странный корешок он хороший только в конце а около а около шейки он просто вот этот тяж остался и все но ничего страшно пускай растет как растет что мне не нравится мне не нравится один корешочек вот этот вот он какой-то коричневый вот он довольно упругий но я считаю что его можно убрать он большой пользы не приносит а я буду думать что там почему я его оставила еще он там натворит вот мне лучше его убрать и про него забыть вот так так что еще здесь надо посмотреть обязательно нужно обязательно нужно все как я делаю 25 раз проверю перед тем как я ее посажу эту орхидею потому что то я там пропустила немножечко то я здесь кусочек оставила а надо все все проверить вот вы видите сколько я еще вытаскиваю я не знаю может быть это ничего страшного бы в этом не было но я не люблю рисковать вот это уж точно я говорю вот и все вроде похоже что хорошо все здесь остальное так сейчас я еще чуть-чуть а вот еще вот такой корешок тоже я удалю я вам хочу показать что нужно удалять без сожаления вот смотрите вот такой вот коротенький корешочек какого-то странного вида и цвета вот у него здесь чернота какая-то зачем он мне нужен я его лучше удалю прямо под вот так под основание и все и я уже про это думать не буду и не буду волноваться что там произойдет потом а вот еще вот надо разобрать ой наконец-то я его столько пыталась разобрать этот корешок у меня не получалось вот а он оказался вот такой вот длинный и очень перепутанный с другими так вы меня извините у меня не получается говорить вам об этом всем обо всем этом в течение 10 минут так что кому не интересно вы уж меня простите приходится иногда повторять то же самое но это не потому что я такая зануда а потому что я просто хочу вам лишний раз что-то рассказать и объяснить а вот еще кусочек вы видите вот еще нашлось ай кончится там это когда-нибудь или нет это прям как у меня ремонт дома вроде сделали такие крупные вещи а вот еще вот это осталось вот это осталось вот это осталось и в результате я так и живу с этими коробками уже сил моих нет больше но извините я отвлеклась так еще что хочу показать вот этот корешок он мне тоже не нравится не хочу я с ним возиться я его удалю не хочу возиться и думать что он там не устроит или не устроит зачем у ней у этой орхидеи хорошая большая корневая система и если один корешок или два или даже три вы удалите который вам не нравится это не нанесет большой вред вашей орхидеи так все дальше мне уже все остальное вроде бы хорошо вот вроде хорошие корешки их много вот еще что я хочу сказать вот вот эти листочки маленькие вот этот вот этот это ювенильные листья что такое ювенильные листья вы знаете или не знаете в оранжереях орхидеи размножают семенами ну практически все время семенами и вот эти листочки это первые листочки которые вылезли когда семечко проросло это очень долгий процесс вот и конечно там никто этим не занимается чтобы удалять ювенильные листья я у ювенильные листья не удаляют тоже вы видите вот этот листочек он уже желтеет он сам собой отпадет я считаю что удалять листья у орхидеи не стоит каждый листочек несет какую-то нагрузку и что-то хорошее дает орхидеи поэтому я думаю что надо их все оставлять и дать им как бы отпасть самим орхидея сама знает что нужно удалить она удалит этот листочек когда он уже и не будет надобен а вот что я пропустила вы видите вот еще один так как бы это сделать чтобы вам было видно вот на беленьком я вам покажу сейчас вот так вот вот это хороший корешок а вот эта часть она начала подсыхать и я просто помогу орхидеи вот я удалила его этот кусочек и на всякий случай еще больше если совершенно сухой этот участок тогда его удаляют до живого а если вы видите там какая-то чернота или что-то что вам не нравится захватите хороший участок веломена ничего плохого не будет и просто потом пролейте или приз присыпьте углем или полейте перекись водорода сейчас я это сделаю а потом вернусь к вам и буду сажать уже я хотела посадить сначала вот в этот стаканчик но корни не помещаются поэтому я их не хочу как говорится напрягать вы видите какая огромная корневая система и ну как сюда не запихнешь поэтому я взяла вот этот побольше и вот так я проверяю подойдет размер или не подойдет ну вы видите вот как раз она вся помещается и только надо будет конечно уложить эти корешки как следует чтобы они хорошо улеглись и не не поломались так сейчас я вот положу чуть-чуть мха на донышко я не кладу никакой дренаж они у меня не на фитиле я вообще не понимаю как можно на фитиль ставить орхидеи но это дело каждого кому что нравится вот я просто свое мнение высказываю орхидеи не любят расти в воде хотя некоторые их растут растят так но у кого получается слава богу хорошо даже это эксперимент какой-то интересный вот вот один корешок вы видите вот прямо он торчит и вот как я его сейчас вот так вот удалил уложу чтобы он поместился хорошо горшочек и остальные корешки тоже если можно вот так пальцем чуть-чуть их не применять а просто как бы подтолкнуть на место и вот теперь можно так а вот этот чё торчит ну чего ты торчишь то так вот туда иди вот так хорошо так теперь вот я буду потихонечку укладывать мох и как я уже говорила вам что нельзя трамбовать нельзя орхидеи любит воздух так потихонечку потихонечку вот так покрут вокруг и стараться чтобы она все-таки была по центру иногда это трудновато сделать потому что корешки сам растут как вы знаете как им хочется и с ними иногда очень тяжело бороться а приходится вот вот так вот потихонечку проталкиваю я знаю что некоторые проталкивают палочками для суши но я как-то знаете не рискую все-таки я пальцем когда проталкиваю я чувствую что я дотронулась до корешка например надо быть осторожной а палка это как-то не знаю я боюсь палками вот так что я все делаю руками и вот так вот по круговой ой надо же не хватило мне приготовленного мха сейчас вернусь я намочила еще мог потому что я сажаю только во влажный мух не сухой не очень намок так и еще я вот поставила поддержку для цветоноса уже мои орхидеи посередине поэтому я ее уже почти все уложила усадила горшочек и мне этот мне эта поддержка очень поможет сейчас я могу вот так вот вокруг опять укладывать мох вот так вот еще что я всегда это говорю и буду повторять еще еще раз работайте в перчатках девочки мальчики берегите свои ногти я читала и слышала слава богу меня такого нет опыта но я слышала что можно получить грибок из земли из мха откуда угодно поэтому лучше как говорится не рисковать вот я вам очень советую работайте в перчатках с пересадки при пересадке так я вот поднимаю листочек вот так приподнимаю листочек и туда добавляю мох тоже немножко еще и еще я уже говорил я не утрамбовываю а просто приминаю приминаю чтобы все таки он потом подсядет немножко можно будет добавить вот так а вот этот корешок вы видите вот он как торчало так коленка торчит вот и торчит но что делать пускай себе торчит в конце концов ничего страшного нет другой раз буду пересаживать может быть он подрастет и я его как-то уломаю смысле уложу полегче туда получше ой упала так у этого производителя даже нет вот этих вот защипок здесь только металлические штучки вот такие вот вот но я потом сделаю меня есть прищепки много так ну что вот получилась такая вот посадка я считаю что очень хорошо получилось я очень довольна я честно скажу вам что я когда покупаю оцененку то я очень осторожно смотрю даже если мне ужасно хочется этот сорт если я вижу что там кто-то живет еще кроме орхидеи я ее не возьму эту орхидею и я посмотрела я не проверяла как в каком состоянии корни в магазине я уже говорила но я посмотрела что там никто не бегает вот это очень важно вот так получилось и опять же я вам покажу что там есть такие вот карманы воздушные что я уже не утрамбовала сильно 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 вот вы видите вот пожалуйста не забудьте что надо обязательно протереть новую орхидею когда вы принесли домой суценки или не суценки обязательно протереть спиртом все листочки сверху и снизу и вот эти вот и винильные листочки я тоже не советую удалять орхидейка сама решит их не люблю говорить орхидейка меня вырвалась извините орхидея знает когда и избавиться от листиков вот поэтому вот так вот она будет у меня расти пока они сами не отпадут всего вам хорошего я вам желаю всего доброго чтобы ваши орхидеи вас радовали цвели и все такое пока хочу вам показать какая красавица это орхидея на самом деле я конечно расправила цветочек на ладони но вот он огромный посмотрите он шире чем моя ладонь и он просто огромный и у него совершенно непередаваемая шелковистость какая-то блестящая листики блестящие а какая губа вы посмотрите и вот здесь шелковистость видно как вы видите на верхних лепестках совершенно потрясающий сорт он конечно это конечно сортовая орхидея но когда я не вижу на ней бирки я всегда опасаюсь говорить что это за сорт спасибо что посмотрели пока пока